Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа «Город С» и я, Елена Чернявская. Сегодня вновь говорим об имущественных налогах и мерах принудительного взыскания задолженности с должников. Какие меры принудительного взыскания применяются к забывчивым гражданникам, собственникам имущества? Как не стать невыездным в период отпусков и каковы особенности взыскания налоговой задолженности с 2019 года? В каком случае налоговые должки граждан взыскивают через работодателей? А какие электронные сервисы помогут проверить наличие задолженности по имущественным налогам? В чем удобство единого налогового платежа? Вот сегодня это главная тема нашей программы, программа «Город С». Ну а хочется напомнить, что на всей территории Российской Федерации работает бесплатный справочный телефон «Контакт-центр ФНС России», по которому граждане могут задать интересующие вопросы по налоговой тематике. Получить консультацию по самым актуальным вопросам налогового администрирования можно бесплатно по единому федеральному номеру 8 807 двоек, вне зависимости от места регистрации и местонахождения. Общий федеральный справочный телефон единого контактного центра ФНС России, напоминаю, 8 807 двоек. Ну а сегодня в этой студии я разговариваю с Попухиной Татьяной Анатольевной, начальником отдела урегулирования задолженности. У ФНС России по самарской области. Здравствуйте, Татьяна Анатольевна. Здравствуйте. Ну что же, давайте поговорим. Летний отпуск в самом разгаре. Вот сама буквально прям жду не дождусь, когда поедем отдыхать. Но скажите, пожалуйста, насколько велика вероятность, что долгожданный отпуск может так и не начаться, а прерваться прямо в аэропорту? Вот когда неоплаченный налог по имуществу налога может стать причиной выезда и ограничений по территории России? Что касается причины ограничений выезда за пределы Российской Федерации, то долг станет причиной этого только в том случае, когда мы передаем на взыскание его в службу судебных приставов. То есть процедура взыскания задолженности начинается с направления должнику требования. Поскольку срок уплаты налога в прошедшем 2018 году пришелся на 3 декабря, то все требования мы должникам уже направили. Более того, в требовании мы указываем срок его исполнения. Так вот эти сроки также уже истекли. Поэтому, по сути, сейчас в период массовых отпусков мы уже значительную часть долгов передали на взыскание судебным приставам. И каждый забывчивый гражданин может попасть в категорию невыездных. Забывчивый в кавычках, конечно. Вы сказали, да, а требования вы направили. Каким образом вы направили? Направляете через сервис личный кабинет, если человек зарегистрированный? Либо письменно он уведомлен, ему принесли домой и он расписался? Требования направляются в соответствии с законом, направляются пользователям личного кабинета в электронном виде в личный кабинет. Если человек не является пользователем личного кабинета, то мы направляем заказными письмами. Поэтому, получив почтовое извещение о том, что на почте ожидает заказное письмо, его непременно нужно получить, потому что это может быть не только, например, штраф ГИБДД, но и документ от налогового органа, который предупреждает, собственно, все неприятные последствия, с которых мы с вами начали диалог. Татьяна Анатольевна, ну, вы знаете, я думаю, что по ту сторону экрана, наверное, к сожалению, все-таки есть такие люди, которые налогово это должны, но они думают, ну, ладно, у меня там может быть налог автотранспортный 10-15 тысяч, да и ладно, меня не остановят. Вот до какой суммы человек может быть невыездным с границу? Сумма действительно установлена законодательно. Это в первую очередь ограничиваются должники суммой долга 30 тысяч рублей и выше. Но если судебный пристав, исполнительное производство продолжает более двух месяцев, то планка снижается, и невыездным становится уже должник суммы от 10 тысяч рублей. И поверьте, это далеко не редкая сумма долга, потому что большинство граждан обладают достаточно хорошими автомобилями, на которые начисляются приличные налоги. Ну и помимо этого, любое имущество, которым мы владеем, дача, квартира, гараж, например, отдельный земельный участок, все это также является предметами налогообложения. Поэтому в совокупности понятно, что долг легко может перевалить за цифру 10 тысяч рублей. Спасибо вам большое. И у нас есть сюжет. Я предлагаю ненадолго прерваться и посмотреть как раз сюжет на эту тему. Мнимание на экран. Ежегодно всем налогоплательщикам отправляется налоговое уведомление, в котором указываются суммы и сроки уплаты имущественных налогов, земельного и транспортного налогов и налога на имущество физических лиц. Их необходимо уплатить в установленный срок. Если вы не оплатили вовремя, то уже со следующего дня вы становитесь должником. И ваш долг будет расти каждый день до его полного погашения. На сумму задолженности начисляются пени. Если вы не заплатите вовремя, то налоговый орган обратится в суд о взыскании налога в принудительном порядке за счет вашего имущества. Суд вынесет судебный акт о взыскании обязательных платежей. Налоговый орган направляет исполнительный документ работодателям, банкам, иным организациям и лицам для взыскания задолженности в принудительном порядке. Долг может быть удержан из зарплаты, пенсии, стипендии и других платежей в ваш адрес. С расчетного счета в банке. Исполнительный документ передается судебному приставу, который приостановит движение на всех ваших банковских счетах. Наложит арест на ваше имущество и может продать его в счет погашения долга. Ограничит выезд должника за границей Российской Федерации. Проблемы с оплатой налогов не получится сохранять в тайне от родных. Коллег по работе и даже соседей. Кроме того, несвоевременная уплата налога грозит дополнительными расходами. Необходимо будет уплатить начисленные пени за каждый день просрочки, государственную пошлину за рассмотрение дела, исполнительский сбор, а также расходы на совершение исполнительных действий. Не забывайте оплачивать имущественные налоги. Это поможет избежать лишних трат и сохранить репутацию добропорядочного гражданина. Итак, продолжаем наш разговор. Татьяна Анатольевна, так что же предпринять, чтобы не попасть в категорию невыездных? В первую очередь, конечно, нужно получать все документы, которые направляет налоговая инспекция. Если вы пользователь личного кабинета, не забывайте туда заглядывать. И зная, что срок уплаты имущественных налогов 1 декабря – это единый срок на всей территории Российской Федерации для всех налогов, транспортных, имущества, земля. Они все собираются в одном налоговом уведомлении и направляются должнику, как уже было сейчас в сюжете продемонстрировано. То есть нужно получить налоговое уведомление либо в личном кабинете, либо на почте и уплатить налоги в срок, установленный законом. Если вдруг в силу каких-то обстоятельств налогоплательщик, а налогоплательщики все мы в данном случае, не получил налоговое уведомление, конечно же, я рекомендую подключиться к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика физического лица». Сделать это можно в любой налоговой инспекции, независимо от места регистрации. То есть в любой ближайшей налоговой инспекции. Все адреса налоговых инспекций есть на официальном интернет-сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru Поэтому, придя в налоговую инспекцию с паспортом, человека подключают к личному кабинету, выдают ему разовый пароль, который потом он меняет на свой постоянный. И тогда, конечно, можно узнать все. И наличие налоговой задолженности, и те объекты налогообложения, на которые начисляется налог. Более того, если с чем-то человек не согласен с начислением налогов, с объектами налогообложения, он может посредством личного кабинета, минуя отделение почтовой связи, направить обращение в налоговый орган и, соответственно, разобраться со всеми возникающими у него вопросами. Также сейчас большинство граждан являются пользователями портала государственных услуг. То есть с портала государственных услуг, с паролем госуслуг, также можно перейти на сайт Федеральной налоговой службы и узнать все свои долги по налогам. Также можно оплатить имеющуюся задолженность. Мы шагнули еще вперед. На сегодняшний день разработано мобильное приложение, которое можно установить на свой смартфон, планшет, и всегда с тобой будет мобильный налоговый офис. Да. Вот хотелось бы еще такой вопрос задать и с отпуском, наверное, закончить. Скажите, пожалуйста, может быть, сразу оговорюсь вопросом не к вам, но тем не менее, при паспортном контроле в аэропорту проверяют каждого на наличие налоговой задолженности? То есть может рискнуть, а вдруг меня не проверят? Либо вот это прям обязательная процедура, когда мы проходим паспортный контроль? Ну, они... Не сбежать этого, я это имею в виду. Специалисты, которые выполняют определенные функционалы при выезде нас за пределы Российской Федерации, они, безусловно, проверяют все эти сведения, которые поступают к ним от службы судебных приставов. То есть ограничения по всем должникам, по которым они вынесены судебными приставами, подлежат, безусловно, проверке в отношении каждого гражданина. То есть здесь не увильнуть? Ну, конечно. Если такое ограничение в отношении должника действует, я сомневаюсь, что ему удастся увильнуть. Спасибо большое и продолжаем. Вот как проверить наличие и отсутствие задолженности по имущественным налогам? Я сейчас хочу спросить у вас все-таки алгоритм действий Пошагова. Что нужно предпринять? Алгоритм действий Пошагова. Как я уже сказала, существует масса электронных сервисов. Если человек, не активный пользователь сети интернет, совершенно не в ладу с имеющимися на сегодняшний день сервисами. Наверное, остается традиционный способ прийти в налоговую инспекцию по месту регистрации. И, безусловно, он получит исчерпывающую консультацию, получит информацию о наличии либо отсутствии задолженности. В случае, если задолженность имеется, объяснят, как уплатить этот долг, чтобы не попасть в разряд невыездных. Татьяна Анатольевна, наверняка стоит отметить, что в каждой районе налоговой дежурит дежурный налоговый инспектор, который всегда поможет, объяснит, проводит, какую-то элементарную навигацию проведет. Да, безусловно. И более того, для удобства налогоплательщиков у нас организована работа по вторникам и четвергам до 8 часов вечера. Понятно, что большинство людей работают. Это, я думаю, до 8 вечера удобно будет буквально каждому подъехать в налоговую инспекцию и разобраться традиционным способом с имеющимися вопросами. И все-таки я призываю подключаться к личному кабинету. Ну, у нас даже сейчас люди пенсионного возраста настолько активны, поэтому, я думаю, что труда особого не составит. Но вот давайте поговорим все-таки об особенностях взыскания налоговой задолженности. с 2019 года расширены возможности по взысканию налоговой задолженности через работодателей. Объясните, пожалуйста, Татьяна Анатольевна, что это значит? Что касается взыскания с работодателей и расширения возможностей, наверное, будет правильнее сказать, что расширены возможности непосредственно налоговой инспекции, налогового органа. До 2019 года мы имели право предъявлять судебное решение на взыскание работодателю, мы, налоговой инспекции, с суммой долга до 25 тысяч рублей. Если сумма долга превышала 25 тысяч рублей, то мы направляли исполнительный документ судебному приставу. С 2019 года, соответственно, наши полномочия расширены, до 100 тысяч рублей мы направляем работодателям. Причем делаем это, как правило, в первую очередь, потому что, сами понимаете, это безусловный способ поступления задолженности в бюджет. Работодатель, получив судебный приказ от налоговой инспекции либо от судебного пристава, удерживает 50% заработной платы и перечисляет их в бюджет. Это также обязанность работодателя за неисполнение которой предусмотрена административная иная ответственность. Поэтому этот способ действительно очень действенный. Также мы можем удерживать денежные средства в погашение долга со стипендии, если налогоплательщик-студент с пенсией мы направляем в Центр по выдаче пенсии, поскольку сведения о пенсионерах у нас также и имеются, как и о работодателях. И, безусловно, мы взаимодействуем со службой судебных приставов, передаем, если сумма превышает 100 тысяч рублей, и мы сами не можем предъявить работодателю, мы передаем судебному приставу всю имеющуюся у нас информацию о должнике, в том числе и о месте его работы, получения дохода. Спасибо большое. А вот сведения, которые должны содержать требования об уплате налога и пении для физических лиц, расскажите об этом, пожалуйста. Да, мы с вами перешли сначала к таким жестким мерам, но они, конечно же, происходят не сразу. Сначала мы направляем требования. Не платит налог, конечно. Сначала мы направляем требования, это первый документ, с которым мы начинаем взаимодействовать с неплательщиком, чтобы уведомить неплательщика о том, что у него имеется долг. То есть требования – это предупреждающая мера. В требовании мы указываем сумму долга, которая не уплачена на момент направления этого документа. Мы указываем сумму пени, потому что с момента наступления срока налога и неуплаты налога начинают считаться пени за каждый день просрочки платежа. В требовании мы также предупреждаем должника о том, какие последствия наступят, если требование исполнено не будет. То есть о том, что мы обратимся в суд, передадим судебным приставам и так далее. Сколько вот как раз этот срок от предупреждения, от требований, вы сказали, до вот таких кардинальных действий, обращения в суд? Во-первых, в требовании мы устанавливаем срок его исполнения. Как правило, этот срок от 30 до 45 дней, достаточно большой. После того, когда этот срок истекает, у нас 6 месяцев для того, чтобы направить заявление в суд. Сразу быстрый вопрос. А если человек вот за эти 45 дней оплатил часть долга, скажем, большую ее половину, а каков алгоритм действий дальнейший? Тогда мы обращаемся в суд взыскивать оставшуюся часть долга. Совершенно верно. Так, хорошо. Ну и дальше? Дальше мы обращаемся в суд. Взыскание с физических лиц производится в приказном судопроизводстве. То есть это упрощенное судопроизводство. Получив наше заявление, мировой судья проверяет, конечно же, обоснованность наших требований и в течение пяти дней выносит судебный приказ. Информация о том, что нами принято решение о направлении заявления в мировой суд. Информация о вынесении судебного приказа мировым судьей в обязательном порядке направляется должнику. Здесь идет направление документов по почте. Поэтому еще раз остановлюсь на важности того, получать всю заказную корреспонденцию, которая приходит по почте. И если должник никоим образом не возразил, если должник никоим образом не проявил свою активность в части погашения долга, то мы, получив судебный приказ, переходим к процедуре принудительного, бесспорного взыскания долга. Ну и пени также вы можете принудительно взыскать, правильно я понимаю? Да, пени в соответствии с законом, с налоговым кодексом, также взыскиваются, как и основная сумма долга. Пени, по сути, это дополнительная финансовая нагрузка на должника. И более того, если мы передадим на взыскание судебным приставам долг, то судебный пристав еще взыщет исполнительский сбор. Это 7% от суммы налога, подлежащего взысканию, но не менее 1 тысячи рублей. То есть, например, если пристав взыскивает долг 2 тысячи рублей, то еще и тысячу рублей надо будет оплатить исполнительский сбор. Татьяна Анатольевна, я так понимаю, что вы тесно взаимодействуете с судебными приставами. Приставами, ну вот в каких случаях они прямо вот сразу подключаются? Приставы подключаются сразу, как только мы им направим исполнительный документ. Пристав сразу возбуждает исполнительное производство. И в рамках возбужденных исполнительных производств у нас, безусловно, очень тесное взаимодействие. Мы участвуем в тех исполнительных действиях, которые проводит судебный пристав. Мы вместе с приставами выходим по адресу регистрации должников. Мы участвуем в арестах имущества, которые производит судебный пристав. Поскольку с этого года у нас большинство индивидуальных предпринимателей обязаны иметь контроль на кассовую технику, то мы с приставами совместно выходим на места, на торговые точки индивидуальных предпринимателей, где они работают с зарегистрированной контрольно-кассовой техникой. Ну, естественно, к тем, у кого есть долги, которые взыскиваются в исполнительном производстве. Потому что пристав вправе изъять наличные денежные средства для погашения долга, арестовать имущество, в том числе и контрольно-кассовую технику. У нас взаимодействие осуществляется как на региональном уровне, на уровне региональных ведомств, так и на уровне территориальных органов службы судебных приставов и нашей налоговой инспекции. Татьяна Анатольевна, скажите, пожалуйста, а вот задолженность по имущественным налогам может ли оплатить родственник, к примеру? Да, родственник может оплатить задолженность по имущественным налогам. У нас совсем не так давно были внесены изменения в налоговый кодекс. Дана возможность третьим лицам платить налоги. То есть это может быть и родственник, и любое иное лицо. И в рамках реализации этой нормы закона у нас разработан интернет-сервис на официальном сайте Федеральной налоговой службы уплата налогов за третьих лиц. То есть достаточно знать данные налогоплательщика, его ННН, сумму, которая подлежит уплате, и любой, будь то родственник, будь то знакомый, будь то родители за несовершеннолетнего ребенка могут уплатить налоги. Вот более наглядно, а предлагаю эту тему посмотреть в нашем следующем сюжете. Пожалуйста. Добро пожаловать в ваш новый личный кабинет. Он изменился, стал проще и удобнее. Давайте познакомимся с его возможностями. Вот главная страница. На ней представлена самая важная информация, сумма налога и сколько дней осталось до его оплаты. Можете проверить, уточнить детали по всем начислениям. Готовы оплатить? Отлично. Это делается в два клика. Хотите уточнить, почему такая сумма? В разделе «Мои налоги» находится подробная информация о ваших налогах и задолженностям по ним. Здесь представлены начисления по каждому объекту налогообложения и разъяснения, как сложилась сумма к оплате. Во вкладке «Налог на доходы» можете посмотреть налог, который начислен на основе вашей налоговой декларации, а также налоги, которые за вас уплатили ваши работодатели и другие налоговые агенты. В разделе «Мое имущество» представлена информация по всем объектам налогообложения с указанием характеристик, истории начислений, а также описание в виде формулы, в которую подставляются значения вашего объекта. Если по какому-то объекту имеется недостоверная информация или он вам не принадлежит, сообщите об этом. Есть другие вопросы? Проблемы? Перейдите в раздел «Жизненные ситуации». Для каждой ситуации предложены конкретные шаги решения вопросов. Пользуйтесь. Все просто и очень удобно. Татьяна Анатольевна, вот все-таки если оплатить сейчас имущественные налоги с помощью вот как раз единого налогового платежа, то есть оплатить примерную сумму налога до получения налогового уведомления, спишется ли сначала задолженность, если она есть? Да, с этого года появилось такое понятие, как единый налоговый платеж. Это, безусловно, очень удобно для налогоплательщиков, потому что, понимая, какую сумму налога мы уплатили в прошлом году, мы можем эту же сумму уплатить сейчас, не дожидаясь единого налогового уведомления. Деньги будут на едином налоговом платеже зафиксированы. И если, конечно же, у налогоплательщика есть задолженность, то в первую очередь этот единый налоговый платеж пойдет на погашение налоговой задолженности. Это, кстати, удобно, чтобы не быть должным. Да, это можно не ходить по налоговым инспекциям, как мы начали говорить о тех, кто не пользуется интернетом. Можно заплатить деньги на единый код бюджетной классификации, это будет не три, не четыре платежных документа, это будет только один платежный документ. Налоговая инспекция сама распределит сначала в погашение долгов, и затем при наступлении срока уплаты налога, а это, я напоминаю, 1 декабря, единый срок, деньги будут направлены на погашение текущих начислений. Спасибо. Давайте вот на эту тему также посмотрим небольшой сюжет. С 2019 года налогоплательщики, физические лица могут уплачивать налог на имущество, транспортные и земельные налоги при помощи единого налогового платежа. Вы и даже любое другое лицо можете одним платежным поручением перевести деньги в счет ваших текущих и будущих налоговых обязательств. Для формирования такого платежного документа вы можете использовать электронный сервис сайта налог.ру «Заполнить платежное поручение». Если у вас есть задолженности по налогам, они будут автоматически погашены за счет поступивших средств. При условии достаточности денежных средств, внесенных в качестве единого налогового платежа, вам больше не нужно будет следить за сроками уплаты налогов. При их наступлении налоговые органы самостоятельно проведут платежи. Информация о всех таких платежах будет доступна в вашем личном кабинете налогоплательщика. При необходимости вы можете вернуть ваши деньги в размере незачтенного остатка. Для этого нужно будет подать заявление в налоговый орган, который в течение одного месяца произведет возврат денег. Единый налоговый платеж экономит ваше время, уменьшает вероятность ошибки при заполнении только одного документа вместо нескольких и гарантирует своевременное исполнение налоговых обязательств. Пользуйтесь, это очень удобно. Ну и стоит отметить, что на всей территории Российской Федерации работает бесплатный справочный центр «Контакт Центров НС России», по которому граждане могут задать интересующие их вопросы по налоговой тематике. Ну и вот такой еще вопрос у несовершеннолетнего ребенка. Это, кстати, вопрос от телезрителей. Есть налоговая задолженность на часть жилого дома. Разве это правомерно? Уже не может оплатить за себя. Да, это правомерно, поскольку зачастую дети являются собственниками и жилых помещений, квартиры, дома, части на них оформлены. Поэтому они являются по законодательству такими же налогоплательщиками. Однако в этом случае предусмотрена такая норма закона, как представительство в рамках законодательства о налогах и сборах. В данном случае за несовершеннолетнего ребенка налог должны уплачивать его родители или официальные опекуны. И, конечно же, это можно сделать также с помощью наших сервисов, которые размещены на нашем официальном интернет-сайте www.nalog.ru. Ну, то есть уведомления там также в личном кабинете можно увидеть, если в биту официальные данные налогоплательщика. Личный кабинет оформляется на ребенка, который является собственником имущества и, соответственно, налогоплательщиком. И его законный представитель, то есть это либо родители, либо опекуны, они также, пользуясь этим сервисом, оплачивают налоги за своего ребенка. Еще один вопрос, также актуальный. Вот как проверить, есть ли задолженность по имуществу и налогам? Все-таки куда нужно обратиться? Мы об этом в начале сказали, но, пожалуйста, продублируйте свой ответ, Азия Натальевна. Пользователям личного кабинета необходимо зайти в личный кабинет. Пользователям портала государственных услуг возможно узнать о своей задолженности через портал государственных услуг. Если же наши налогоплательщики, уважаемые, не являются пользователями интернет-сервисов, то остается традиционный способ обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства. Ну и, конечно, давайте еще и повторим об удобстве единого налогового платежа вот при оплате имущественных налогов. Ну, конечно, экономит время. А что еще? Как уже было показано в ролике, нет необходимости оплачивать налог по нескольким платежным документам. Если человек является собственником нескольких объектов налогообложения, например, машина, квартира и земельный участок, то это уже три платежных поручения. Если вы уплачиваете с помощью единого налогового платежа, то заполняется, причем в электронном виде, как было показано в ролике, всего лишь один платежный документ. Это, безусловно, защищает от каких-либо ошибок при перечислении денежных средств. То есть деньги, безусловно, попадут по назначению. Налоговый инспектор их распределит по каждому виду налога. И, конечно же, вероятность возникновения задолженности и последующих мер, о которых мы с вами говорили, она становится просто ничтожно мала или исключается совсем. Ну и все-таки хочется в конце программы напомнить об этих мерах. Правильно ли я вас поняла, сегодня подводя итог нашему разговору, что если налогоплательщик не заплатил долги по налогам, то все равно, рано или поздно, всеми возможными, и даже я так поняла из нашего разговора, невозможными способами, все равно налог спишут, налог изымут, налог, как говорится, придет к себе домой, да, в налоговую. Вот давайте все-таки еще проговорим, тем более, что мы анонсировали, и это действительно так, или это в самом разгаре, сейчас отпуска. И, возможно, и это очень обидно, если вдруг свой запланированный отпуск сорвется. Так все-таки какие сервисы сейчас применяет налоговая, чтобы налог все-таки был заплачен? Для удобства налогоплательщиков у нас разработаны сервисы «Заплати налоги», то есть там можно уплатить налоги со своего мобильного устройства. Для удобства налогоплательщиков, как я уже неоднократно говорила, у нас существует личный кабинет налогоплательщика физического лица, поэтому, я думаю, ни для кого сейчас не могут быть секретом его долги по налогам. Поэтому не нужно надеяться на авось. Нужно все-таки заблаговременно ознакомиться с тем, какие налоги начислила налоговая инспекция, заплатить их и уже тогда не бояться никаких неприятных последствий, ни ограничения на выезд, которые может поджидать в аэропорту, ни списание с банковской карты, ни удержание из зарплаты работодателям. Потому что, безусловно, законодатель предоставил очень широкие полномочия как налоговой инспекции, так и судебному приставу-исполнителю. И, как вы правильно сказали, налог все равно в бюджет поступит. Поэтому вывод, заплати налоги, и спи, и в данном случае отдыхай спокойно. Отдыхай спокойно. Спасибо вам большое, Татьяна Анатольевна, за ваши, как всегда, компетентные ответы, за очень интересную беседу. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, вы смотрели программу «Город С». Всего хорошего и хорошего отдыха. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова